Всероссийская акция в поддержку чтения «Библию ночь» в этом году прошла в России уже в десятый раз. 24 апреля библиотеки Сергея Посадского городского округа представили специальную программу «Книга. Путь к звездам», посвященную 60-летию первого полета человека в космос. В Центральной библиотеке имени Розенова на время проведения акции, ставшей звездным городком, старт торжественной церемонии был дан по видеосвязи российским космонавтам-испытателям Анны Кикиной. Передаю теплый привет все читающие молодежи нашей страны. Поздравляю всех с главным праздником книг и чтения, с «Библия ночью», которая впервые в истории проходит и на Земле, и в космическом пространстве. Пришедшим на космическую «Библию ночь» в Розеновку удалось совершить путешествие по рентгеновскому небу с телескопом «Спектр-РГ», посетить космические мастер-классы, приобщиться к яркому миру рока «Сон звезд», который подарил присутствующим солист легендарной группы «Автограф» Артур Беркут. Песня «Библию ночь» Все одежды и мечты В мире сном В мире сном Все одежды и мечты В мире сном В мире сном В мире сном Все одежды и мечты Спасибо! Спасибо! Почему сегодня здесь Библию ночь? Потому что соскучился по таким мероприятиям, потому что после этого замечательного года, пандемии, когда все было закрыто, хочется ощутить атмосферу какого-то радостного праздника, подъема. Хочется почувствовать и дыхание, и бение сердца творческих людей. Поэтому я сегодня здесь. На твой взгляд, библиотека, как подготовилась к Библии ночи 2021? Ну, если бы по десятибальной системе, я поставил бы 15. На самом деле, сегодня здесь волшебная творческая атмосфера, удивительные люди выступают перед нами, замечательные мастер-классы, и сюрпризы еще только-только-только начинаются, и будут, мне кажется, продолжаться еще очень-очень долго. Да, сюрпризов в этот вечер было немало. Всех впечатлила выставка коллажа Дмитрия Орлова «Прыжок на одном пальце». У нас концепция такая, создать пространство, в которое можно окунуться. И мы подготовили, вот, соответственно, к этому, чтобы улучшить настроение еще, вхождение в это пространство, вот, мы подготовили перформанс. Вот, у нас сегодня будет музыку сделать специально для нас, как бы для этого перформанса, вот, Миша Бухаров, вот, Миха Бро его зовут в соцсетях, вот, классный очень музыкант. И мы, вот, а Мария будет читать текста, которые написаны и описаны про каждого героя. Ну, не все, конечно, но то, что мы, как бы, подготовили, там, достаточно емко получилось, вот, под музыку. И она такая будет электронная музыка, ну, я думаю, что будет достаточно весело, мы постараемся. Друбую и брубую семьюрные братья. Ну, они математики, и поэтому подвергаю все математическому анализу. Оригинальные презентации необычной выставки не единственные, чем наполнили пространство библионочи супруги Орловы. Вниманию зрителей этот творческий дуэт представил также спектакль «Этажерка», созданный арт-студией «Волшебная шляпа». Нам давно хотелось уже показать этот спектакль здесь, потому что здесь такая камерная, уютная обстановка. В то же время библионочи, как никакое другое мероприятие, подходит. Спектакль этот родился в период, наверное, после карантины, но когда мы жили, так сказать, впечатлениями от сидения дома, от самоизоляции, он в какой-то степени, наверное, про двух людей дома, которые играют в какие-то вещи, может быть, в себе каких-то детей находят, находят, вот будет, так сказать, внутренних тайных, которые, значит, играют в вещи, в игры, в куклы. И в то же время спектакль наполнен такими абстрактными, символичными образами. И предлагается зрителю поразмышлять над теми сюжетами, которые мы показываем, и уже обратиться к себе, и найти что-то в своем опыте, что откликнется. Сегодня библионочь юбилейная, это десятая библионочь. Она проходит во всех библиотеках и маленьких, и больших нашей Российской Федерации. И, что самое интересное, за 10 лет наши читатели уже знают, что в апреле их ждет необычное путешествие. Либо в космос, либо в какой-то литературный исторический экскурс, либо по театральным ступенькам мы пройдемся. В общем, каждый год мы для своих пользователей готовим интересные, чтобы было здесь им интересно, уютно, комфортно, и чтобы они обязательно хотели прийти на следующий год. Такой большой праздник, который мы готовили в течение долгого времени, начиная почти с Нового года. Долго к нему готовились, очень хотели удивить своих посетителей. Удивлять участников библионочи было чем. Всем желающим предложили отправиться в межпланетную экспедицию совместно с Творческим объединением «Квадрат». Мысль, фантазия и сказка ждали участников игр-квестов, созданных сотрудниками Розановки на основе информационных ресурсов учреждения культуры. Космическая библионочь в Центральной библиотеке имени Розанова стала ярким прорывом в культурном арт-пространстве Сергеева Посада. Елена Георгиева, Ярослав Акинцев, Сергей Власов. День города.